Мы находимся в городе Уфа, посещаем мультик Анаэль. Сейчас хозяйка приглашает к себе. Встречает девушка красивая, рядом с корсетом. Вот, обратите внимание, как здесь. Сначала общий вид Оля сделает нам. Что мы здесь видим? Меня. Анна, представьтесь, пожалуйста, нашим зрителям. Здравствуйте, меня зовут Анна Нординова, я владелец салона Нижнего Белья на Эль-Буфе. Я рада приветствовать вас в своем магазине. Пожалуйста, сейчас покажите, какие марки представлены, купальники, корсетка и так все остальное. Наш магазин представлен на рынке Уфы уже более чем 9 лет. На протяжении всех этих лет мы работаем с такими марками, как La Perla Studio, но сейчас они просто La Perla прислали нам коллекцию. Из купальников у нас на данный сезон представлен Николь Оливер, Валери, Рафаэло Д'Анджело, Армани. Но мы не все, безусловно, получили еще. И что мы еще продаем? Ну, а почему еще красиво продаем? Картетные. Да. Смотрите, какая красивая зона здесь входная, как оформленная. Да. Все очень стильно и красиво. Теперь классная сезон клиента вот таким раритетным трилляжем 19 века. Да, сорочечка, если только не 19 века. Нет, сорочечка на самом деле у нас очень классная. Это Рафаэль Д'Анджело, новая марка. Только с этого сезона она у нас представлена. И мы по отзывам очень и очень нравятся нашим клиентам. То есть такая очень... Изысканная и необычная. Скажем, да. Для купальной коллекции очень много положительных отзывов мы получаем. Мы, к сожалению, еще не все получили, но тем не менее. Здесь у нас представлена первая полупоставочка Ла Перло. Мы получили, да, Ла Перло и Валерик. И второй отделчик у вас. Да. И здесь у нас представлены зоны примерочной и домашней. Давайте сразу покажем примерочную. Да, покажем примерочную. А свет включается, да? Конечно. Большая. Одна примерочная. Здесь никого нет? Нет, но там просто отложки, наверное. А, тогда не будем. Там у вас такой кабинет и... Там у нас, да, хозяйственная зона. Там есть кухня и кабинет рабочих. Здесь с этой сезоны мы начали представлять еще марку Корин для больших размеров. Вот только две линии пока у них взяли на пробу. Тоже получаем хорошие результаты, хорошие отзывы в этой марке. Потому что для нас это раньше был пропущенный сегмент на большие размеры. Но в связи с менталитетом у нас очень много женщин с пышными формами. И для нас это была такая вот больная тема, которая благодаря этому... Ценовой сегмент и качество, в принципе, в период кризиса... Да, очень комфортно. Здесь у нас представлена, значит, линейка с домашней одеждой. Но в основном это Valeria La Perla. И здесь вот у нас еще раньше было... Вообще это раньше было запланировано только мужской зал. Мы его со временем убираем, потому что... Ну вот я хотела его убрать, но, наверное, есть такой момент, что будем его все-таки возвращать. Это вот у нас остаточки Panera Perla. И спортивная такая вот линейка арманий, представленная. А кто занимался дизайном? Вот смотрите, как стильно все сделала. Ну я занимала. Вы сейчас меня похвалили. Обалдеть. Да. Ну, потому что на самом деле история была такая очень затянувшаяся у меня. Я приглашала одного человека, второго и третьего. Но так как у нас все-таки момент белья настолько же интимный, как момент создания собственного дела, то есть я не нашла никого лучше, кто будет принимать. Моя сущность, чем я сама. И вот так у нас получилось. А дизайн менялся? С самого начала был такой или вы... Нет, мы на самом деле только месяц после ремонта работаем. Поэтому изначально был тоже мой дизайн, но он морально уже меня как бы... Не устраивал, да? Да, я уже в нем отработала, переработала. Я хотела приходить на работу, получать новые эмоции, впечатления. И поэтому мне нравится так кружить. Магазин собственности или аренда? Собственности. Собственности. Ой, вообще хорошо. Приходите как домой к себе? Я безусловно, я ей людей впускаю в магазин, как в собственную жизнь. Это мне дело. Я в 18 лет знала, что у меня будет белье в магазине. Как фразовцов подбираете? Я вчера, когда мы вчера вошли в этот магазин, первое ощущение великолепное. Продавец улыбается, как будто зашли прямо в... Простеприимно. Как будто они нас знают давно. Я ей обязательно передам. Да? Мы тоже вчера это сказали. Как будто нас давно знают, что мы желанные гости. Я думаю, ее очень приятно. И абсолютно раскрепощают сразу людей, которые входят к вам в магазин. Вы думаете, в бельевом магазине должны другие вытернуть? Мы просто сталкиваемся с тем, что нет, должны такие работать. Конечно. Вот таких людей мало, это единицы. Поэтому как вы их находите? Михаил, мы работаем в таком ценовом сегменте, когда люди приезжают к нам под маской красивой одежды, красивых автомобилей. И раздеваясь перед совершенно незнакомым человеком, наша задача, безусловно, закрыть чек. Чтобы была хорошая продажа, должны быть хорошие продавцы, потому что впустить к себе обнаженной, без красивых, дорогих часов, косметики и всего. Когда ты тет-а-тет с человеком, который будет. И при этом я всегда говорю своим продавцам, что для меня, например, зачастую я прихожу в магазин, и мне говорят, ой, я бы, я бы, я. Для меня вообще этот продавец, я смотрю, он для меня может быть не авторитетом. Я сама знаю, что я бы. А в бельевом магазине человек, который вам продает, это должны быть два показателя. Никогда в жизни не продать ту вещь, которую вы видите, что человеку мало, нехорошо, не к лицу. Не подходит к чему-то еще. Никогда к вам больше не вернется. Это первый момент. И второй, безусловно, что нужно стать авторитетом для клиента. Она должна быть в своем мнении авторитетной, чтобы клиентка или клиент повернулись и сказать, слушайте, да, вы правы. У меня был очень хороший опыт, наверное, года четыре или пять назад. Я это все, конечно, продавцам говорю, там, объясняю. Но я в зале была, значит, сама, продавцы работали, заходит мужчина. Я ему говорю, вот вы на подарок, он мне, да, на подарок, вот вы так-то. Я говорю, какой размер ваша супруга носит? Он сказал, у меня жене. Я говорю, какой размер? Он ко мне поворачивается на чистом глазу и говорит, слушайте, девочки, это вы должны знать. Я учу продавцов этому, а я стараюсь, не стараюсь, у них должна быть просто потрясающая память. То есть, вот вы пришли и сказали, здравствуйте, я там Михаил. Вы придете к ней через 10 лет, она скажет, здравствуйте, Михаил, я так рада вас видеть. Это чудеса какие-то, да? Нет, это на самом деле ежедневная работа, ничего такого в этом нет. У вас текучки нет? У вас, наверное, продавцы эти всю жизнь работают с вами? Нет, есть текучка. Ну, она такая, раз в 4 года, конечно, мы же женщины работают, у нас декреты, дети, много чего. То, что делали вы дизайн, распределяли продукцию, были ли какие-то моменты, которые вы хотите исправить? Ну, вот ошибки. Сейчас мы видим, как бы все идеально, да? А что, может быть, еще своим взглядом что-то не устраивает? Слушайте, ну, конечно, как профессионист, я могу сказать, что у меня есть моменты, которые меня не устраивают. Ну, я вам потом точно не скажу, не видите мой недостатков, которые я там допустила, и ошибок, и классно. Значит, все-таки должно быть, пусть все будет для вас, все будет идеально, значит. Откуда познание? Откуда познание психологии, вот общение с людьми, с продавцами, настраивание и всего-то? Ну, это дело свое любить просто. Когда ты знаешь, чего ты хочешь изначально, не метаешься. А по образованию, базовое образование такое? Ну, я вообще экономист, конечно, по образованию, да. Почему возникла идея заняться бельем, да еще и таким дорогим? У вас единственный бутик, независимый, скажем, такой, в городе и еще такого уровня? Ну, я же вам говорю, я 18 лет знала, что мне потом было. 18 лет? Я была мечта, я ее реализовала. Ну, очень мне жаль, что в связи с кризисной программой остался только один магазин, как бы, да. А было и в торговом центре? Было два магазина, был в торговом центре, но там получилось даже не по ценовому сегменту, а потому как мы приучили наших клиентов к определенному салонному типу работать. То есть, они мне говорили, это проходной двор. Да. Вот так. То есть, я не смогла выстроить политику, так вот, наверное, там, может, я привыкла, там. Хотя у нас есть хорошие магазины, представленные в торговых центрах. Ну, это сетевые магазины. Сетевые, безусловно. Мне, как вот предпринимателю, индивидуальному, мне было тяжело, потому что люди, которые мои клиенты, они ко мне приходили и говорили, Анна, это проходной двор, мы так не готовы. То есть, мы не хотим здесь разделить. У нас тут очень, с очень многими клиентами, мы впоследствии прямо на суприятельских отношениях остаемся, они, безусловно, знают, что вот она зашла, к примеру, что я сто процентов знаю, что подойдет ей по цвету, какие она предпочитает, какая у нее чашка, там, еще что-то. Значит, у вас сложилась своя база лояльных вам клиентов. Вы ее годами нарабатывали, да? Мы годами ее нарабатываем, но она, знаете, тоже достаточно циклична, раз в 4-5 лет меняется. А я не могу сказать, что люди прям практически все уходят, например, да? Нет, не так. Но она вот обновляется, новые люди появляются, у которых вот, например, ну, там, я, ну, не видела там, скажем, часы раньше в салоне, они опять становятся постоянными. Ну, она же не падает, скажем так, база эта, да, хоть у нее обновляется, но растет, наверняка. Да, 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 да. Сейчас времена хорошие пошли, знаете, конкуренты, которые мы считали конкурентов, они слабже стали на рынке, они сами уходят. Для этого не пришлось никаких прикладывать усилий, наказывать, что я не я. Они не выдержали моментов, не просчитали, ошиблись и все. А как о вас узнают? Вот у вас нет сайта в интернете, да? Мы его делаем, ну, в процессе. Делаем. Ну, а сейчас, до того, как вы сделали, как узнают о вас? Ну, в издании мы печатаем все в местном глянце собак. У нас журнал в городе, который широко позиционированный, например, да? Встольник тоже у нас местный. Ну, как бы и федеральное издание, но я имею в виду, что всевозможные шоппинг-гиды, баннеры, реклама на радио, поэтому... А самое главное, самая хорошая реклама, все, что это сарафан на радио. Ничего лучшее, его нету. Пришла, тем более, все дело, это девичье. Девичье дело. Хотя, я хочу сказать, вот, возвращаясь даже к мужчинам, если кто-то покупает свои супруги комплекты, потом он приходит, говорит, слушай, моя жена такая довольна, потому что там девочки такие хорошие работают, вот они все прям угадали, все-все-все. Но в следующий раз, что он будет метаться по городу и сказать, нет, он скажет, слушай, друг, скажи, где ты был? Где тебе так хорошо понравилось? И когда приходит, очень приятно, когда приходят клиентки, говорят, слушайте, но вы моему мужу водили, ему сложно. То есть женщина хочет понравиться, которая в первую очередь, у которой есть спутник, она, конечно, хочет себе понравиться, но мужчине в первую. Может быть, мы еще туда перейдем? Как скажете? Потому что мы так вот на этой картинке пока зависли. А здесь сначала... Так, я первую часть завершу, начну вторую.